Со стороны Киева по земле. Две дороги через узкий перешеек. Сейчас здесь, по сути, граница. А это теперь уже пункт пропуска. Не таможня, конечно, декларации не нужно. Нужно, чтобы оружие, отработавшее в украинской столице, сюда не попало. Ну вот, проверяем мы здесь, значит, полики, где чаще всего можно что-то провести. Может, взрывчатку, может, ещё что-то. А где уже что-то находили? В гражданских машинах под сидениями и ножи, и пистолеты были. Как пневматические, так и травматические резинки. Здрасте, малыши. А что в сумочке? Покажите, пожалуйста. Казаки и севастопольский Беркут, которые уже день ни одну машину не пускают без досмотра. Сейчас те, кто вслед за Майданом хочет поджечь и Крым, уже осторожней. Поначалу революционные спецсредства даже не прятали. Тротил, что попробовали перебросить в Крым, считают даже не килограммами. Изъяли уже полтонны. Похоже, есть желание насытить полуостров оружием, которое понадобится. Не сейчас, так позже. Перекоп, сколько уже раз он упоминался в истории. И вот здесь опять линия обороны. Самое тяжелое время ночь накануне 8 БТРов с той стороны турецкого вала пытались прорваться по направлению к Симферополе, но уперлись в укрепление и отошли. Стволы в багажниках, патроны в бардачках. Все это хотят провести в Крым, но пока не получается. Одновременно Крым покидают те, кто, видимо, задание выполнил. Схема такая. Поработавшие стволы одной машиной, неиспользованные боеприпасы другой. Первая, возможно, смогла пост пройти. Перевозчик номер 2 идет на прорыв. Дорогу перекрывают самодельными ежами. Не церемонятся. Тормозят выстрелами в воздух. От боевого снаряжения у перевозчика прицел и боезапас на несколько десятков выстрелов. Патроны, часть в магазине, другие аккуратно уложены в пакетик. Вот это боевые патроны, только, видишь, сбили на носики, они разрываются в теле, деформируются. Разрешение на охотничье оружие действительно есть, но патроны неподходящие. Да и ствол, похоже, уже границу пересек, а может, ожидается позже. Его подождут. Все не в чистом поле. Совместная база Беркута и Казаков обрастает палатками. Прикатили полевую кухню, уже есть медицинская служба. Теперь милиция перешейок держит, не оглядываясь на тылы. Мы приехали, тут стояло 4 Беркута и 6 добровольцев. И когда прибыло 2 автобуса, они нас ждали с автоматами. И когда мы вышли, они говорят, как хорошо, что вы приехали. Вот буквально трое суток тут ничего не было. И вот мы стояли, как говорится, с бутылками, с камнями и сдерживали. Те, кого тотальный досмотр задерживает, понятно, ворчат. Одеваться некуда. Не согласен, разворачивайся. Но открыть кузов, багажник или чемодан отказываются редко. Ну, что сделаешь? Ну, не боялись сюда ехать? Судя по-другому, это маска трудаёт. Ну, нет, как бы боялся. Ну, в принципе, я же ничего запрещенного не делаю. А боюсь просто вот этого напряжёнки, чтобы не попасть в какую-нибудь халепу. Как бы, не знаю. Нормально. Некоторые возмущаются люди. Ну, должны понимать, что это для их безопасности. В Украине бардак развели. Мы у себя в Крыму такого не хотим. Бойцы севастопольского Беркута, по сути, первые крымские пограничники. Киев для них не указ. Всё, что они от него получили этой зимой. Коктейли Молотова и приказ о том, что их больше нет. До кого расформировали? Мы как служили, так и служим. Только не этой власти. Они незаконно пришли в вооружённый захват. А мы и дальше служим. Городу Севастополю. Во многих российских городах...